На форуме «Россия зовет» Вы сказали, что доллар покидает Россию. Прежде всего, какие плюсы и минусы нас ждут от этого? И в какой валюте теперь будут рассчитываться страны Евразийского экономического союза? Появится ли своя межгосударственная валюта? И будут ли использоваться новые технологии цифровые, например, блокчейн? Спасибо большое. Очень важный вопрос, интересный. Что касается долларизации и дедолларизации экономики, в том числе и российской экономики. Но в целом, по данным МВФ, объемы расчетов в мире в долларах чуть-чуть снизились. Они были где-то в позапрошлом году, по-моему, 63 с небольшим процентом, а сейчас 62 с небольшим процентом. Но расчеты в долларах для России выше 69%. Связано это с тем, что основные наши экспортные товары, прежде всего нефть, котируются на мировых биржах в долларах. Это большой объем. Объемы наших золотовалютных резервов в долларах снижаются. И мы были держателями американских бумаг, которые котируются в долларах совсем недавно в объеме 104 миллиарда долларов. Сейчас 14,4 миллиарда долларов. Незначительно, но подросли расчеты в иенах и в фунтах, в мировой торговле. Что касается дедолларизации, то она связана, и когда мы об этом говорим, она связана исключительно с расчетами между хозяйствующими субъектами. И никак не касаются граждан. Вот мы когда вчера обсуждали сегодняшнее мероприятие, сегодняшнюю пресс-конференцию, мне Дмитрий Сергеевич сказал, что убирают рекламы обменных курсов в некоторых городах, в том числе в Москве. И у граждан вызывает вопрос, с чем это связано. Не связано это с какими-то запретами хождения долларов. Ничего подобного нет и не будет. Хочу всех успокоить. А реклама обменных курсов на обменниках связана только с одним. С борьбой с нелегальными конторами по обмену денег. Это просто наведение порядка в сфере финансового оборота, денежного оборота, борьба с серыми конторами, действующими в этой области. Не более того. Что же касается рубля. Его роль как резервной валюты, используемой в расчетах, возрастает. Немного, но возрастает. Прежде всего в расчетах между странами Еврозес и на постсоветском пространстве. Скажем, в расчетах между Россией и Беларусью в значительной степени вырос. Там, по-моему, уже под 60 с лишним процентов, чуть ли не 70 процентов. В безналичном расчете. В наличных меньше. Но роль рубля в этом сегменте будет, конечно, укрепляться. Это очевидно. Просто это надежнее и не связано с издержками. Особенно с издержками в долларовых расчетах. Потому что мы с вами хорошо знаем, где бы ни происходили расчеты в долларах, они все равно идут через американские банки. А если идут ограничения, то это вызывает желание уйти от этих ограничений. Это естественная реакция. В мире, кстати говоря, это происходит в связи с нестабильностью вот с этими расчетами. Но для того, чтобы укреплялся рубль в качестве такой резервной, хотя бы региональной резервной валюты, нужно несколько задач решить. Первое – это сократить волатильность. Курс должен быть стабильным. И в целом нам удается это сделать в последнее время. Это связано с деятельностью Центрального банка, это связано с деятельностью правительства Российской Федерации. Как вы видите, он стабилен. Он даже несколько оторвался уже от колебаний цен на энергоносители и на нефть. В том числе и благодаря введению плавающего курса рубля. Это первая задача. А вторая задача – надо и дальше. Стабильность обеспечить, низкую инфляцию держать. Вот это чрезвычайно важное обстоятельство. Но и следующий шаг – нужно развивать финансовую инфраструктуру расчетов в рублях. Ну, понятно, что это такое. Это совершенствовать механизмы расчетов между хозяйствующими субъектами и финансовыми организациями. Мы будем это делать.